Действительно, от всей души искренне счастливы, что мы вместе. Друзья, с праздником! О! Спасибо! Её предоставляется Анне Леонидовне Пилоненко, члену Совета Торгово-Провышенной Палахи Санкт-Петербурга. Дорогие друзья, два года назад Крым сказал «Да!» И Россия приняла в своё объятие наших друзей, в наших сердцах. Дорогие товарищи, членовладшие бойцы-ветераны, жители блокадного Ленинграда, славные жители великого города, великого не по размерам, великого по делам своим. Замечательное, небывало, долгожданное событие собрало нас сегодня вместе на этой площади. Воссоединение нашей земли, нашинской земли, крымской, с матушкой Россией. С 1783 года от князя Потёмкина Таврического мы были вместе. Но недоученный мужик из деревни Калининка по имени Никита, который потом собрался до высших вершин власти своим единоличным распоряжением, отторг его от нас и отдал Украине. Но тогда мы были вместе. Тогда это для нас не произвело особенно потрясающего воздействия. А дела повернулись иначе. К власти пришли разные порошенки-потрошенки. И Крым уже был не тот. Он был чужой. Но люди, которые там были, это наши люди. И мы были с ними вместе, несмотря на то, что были в разных державах. И вот этот день настал. Свершилось великое. Мы вместе, крымчане, празднуют этот великий день, как второй день победы. Как мы празднуем день победы, второй, снятие блокады Ленинграда. За всю историю послевоенную великим праздником был для нас полет Юрия Гагарина в космос. Так вот, воссоединение Крыма с нами, с Россией, это значимый по своему содержанию и величию такой же праздник. Но, дорогие товарищи, празднуя, радуясь, мы не должны забывать, что там, за бугром, за океаном, все восприняли, все наоборот. Им это нож в сердце, кость в горло. Они во все времена были нашими недругами. Вспомните Александра Сергеевича Несобвенного, который был Пушкин. Наш великий национальный гений. Светоч наш. Что он говорил? Помните? Креветникам России. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Не буду говорить дословно дальше. Все, кто за бугром. Те, кто вольно или невольно за доллары или за блуждение представляют в нашей стране пятую колонну. Так давайте, товарищи, те, кто постарше, вспомним о том, что нам надо вести работу, чтобы таких недочеловеков в нашей стране не было. Надо идти к молодежи. Надо сделать так, чтобы наши люди, как сказал Александр Сергеевич, стали как один. Если поэтам потребуется остановка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Путин есть, имя великой страны, Россия. Имя великой страны, Россия. Имя великой страны, Россия. Субтитры создавал DimaTorzok